На съемку мы не говорили, пока мы не говорили. А какие проблемы? Никакие проблемы. Ситуация комичная. Руководители внеплановой проверки избегают внеплановой съемки. В известную в городе клинику Хелми нагрянула комиссия от фонда ОМС. О проверке организацию предупредили за один рабочий день. Но и в этот день в клинике уже была внеплановая проверка Роспотребнадзора. Акты, заявки, счета, договоры. Владелец Хелми просил отсрочить визит комиссии хотя бы на пару дней. Тщетно. Это надо. Должна быть обратная связь, аудит, проверка. Но все время призывает у нас тот же президент. Но давайте делать разумно все. Мы должны за один рабочий день 23 позиции документальных, тысячи документов. Нужно откопировать, прошить, подписать. Вот это все предоставить. По внеплановой проверке они имеют право предупредить организацию, которую проверяют за 24 часа. С учетом сегодняшних обстоятельств, экономических в мире, что происходит, вообще сложновато. Кстати, в этой клинике в одной из немногих в Барнауле проводят тестирование на COVID-19 по поручению Роспотребнадзора. За сутки здесь проверяют около 300 тестов, тем самым снижая нагрузку на лабораторию Роспотребнадзора. Из-за срочной внеплановой проверки сегодня прием пациентов пришлось отменить. И это на фоне пандемии, когда люди записываются на анализ за несколько дней. Вот, например, у нас бухгалтерия, сейчас очень сложно ввести бухгалтерию, у нас аутсорсинг, то есть организация. Я не могу им приказать, бросьте все, идите мне, несите, например. Мы за проверку, ради бога проверяйте, не ломайте производственный процесс, не напрягайте службы. Без того тяжело сейчас выживать всем предприятиям. Владимир Куликов не понимает, как в таких условиях спокойно вести бизнес. Ведь в подобном положении оказываются многие предприниматели края. Например, недавно мы рассказывали о козьей ферме, которая находится в Зудилово. Проблем на ферме и так хватает, так еще и владельцы постоянно кошмарят разными проверками. Проверки, в том числе от многих инстанций, рейдовые осмотры не прекращаются постоянно. То есть приезжают в том числе и без документов. Повторимся, все это происходит во время пандемии. Пытаемся с директором Хелме вернуть убежавшую комиссию. Да к нам вас ждать или не ждать? Вы нас не ждите, мы поехали в фонд. Сейчас будем дальнейшие решения принимать уже другими органами. Всего доброго, до свидания. Кстати, вам никто препятствия не создал. Вот такие у нас проверяющие. То есть они боятся публичности, да, и подключить какие-то силовые механизмы на ровном месте. После обеда сотрудники фонда ОМС все же вернулись. Подключать тяжелую артиллерию и решать проблемы руками полиции никто не стал. Но ясно одно, проверка будет длиться месяц, а значит, директора клиники впереди ждут новогодние бюрократические хлопоты. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День Столка.